Медиагруппа Авангард представляет Вроде бы на хайпе, вроде бы такая вся технологическая, сложная и все остальное Но, как говорится, ты не знаешь хорошо свою тему, если не можешь простыми словами ее объяснить Объяснить, я не знаю, пятикласснику Поэтому у нас есть целый ряд вопросов А что же такое threat intelligence? Особенно, когда мы обосновываем и работаем с этим на уровне принятия решений о развитии данного направления Защиты его полезности, обоснования бюджетирования и прочее И, как правило, первое, на что нужно ответить и что проскакивает Потому что, ну, вроде бы мы все профессионалы это понимаем Это что же это такое? Подходов много Есть коллеги, во-первых, сейчас до меня уже вам тему наживили Есть целый ряд различных определений, которые переопределяются со временем, сужаются и так далее Мне хотелось бы на этом останавливаться и усыплять вас Наверное, хотелось бы про суть Так что же такое threat intelligence? С нашей точки зрения threat intelligence это буквально три элемента То есть первый элемент это контекст Более того, здесь мы говорим полностью Есть определенные индикаторы компрометации Но эти индикаторы компрометации бесполезны без контекста Причем контекста как самой угрозы, так и контекста нашего, нашей организации Второй момент это взаимосвязи и обогащения, которые строятся на этих индикаторах компрометации Один индикатор, он бесполезен, с ним ничего особо не сделаешь Должны быть взаимосвязи между сущностями, которые к нему относятся И взаимное обогащение из этих индикаторов Вот это наше, так сказать, определение И мы бы хотели еще свести это еще более емко Там, я не знаю, как цусерон, да? В одно единственное слово Слово знания Threat intelligence это знание Слово intelligence так и переводится И это знания, которые можно проанализировать Их можно применить человеком и машиной Человек применяет это в рабочем режиме обычном, который есть в большинстве организаций на сегодняшний день Мы получаем фид, мы работаем с ним Соответственно, вручную там где-то что-то принимаем решение Раскладываем блок-лист и так далее Машина Это то, о чем будем говорить позже История с автоматизацией Знания должны быть актуальны Потому что бесполезно работать в области инфрационной безопасности с угрозой, которые, я не знаю, вчерашнего дня Своевременные, мы должны получать их вовремя Не через неделю после того, как атака прошла, а максимально быстро Непротиворечивые Мы должны из разных источников получить информацию Но при этом понимать, что у нас есть четко непротиворечивая картинка об этой угрозе И достоверные Но это вопрос доверия, который предыдущий спикер тоже затрагивал Вообще, есть общие подходы Я парочку из них здесь приведу Первый из них это так называемая пирамида мудрости И здесь хотелось бы вкратце про этот подход рассказать То есть как вообще строить threat intelligence как таковой Мы изначально начинаем И любой intelligence, да, любые знания Мы изначально начинаем с сырых данных Эти сырые данные, это просто поток какой-то машиночитаемой информации Это те самые фиды И по большому счету они нам ничего не дают Работать с ними пока еще невозможно На следующем этапе обработки Мы эти данные должны нормализовать Должны добавить определенные обогащения То есть определенные взаимосвязи, которые есть у этих данных И когда данные нормализованы Когда они представляют собой уже какую-то Ну я не знаю, карточку, да, по угрозе Когда вы видите в этой карточке К чему она относится Видите эти все карточки в едином понятном вам формате Соответственно это уже информация С информацией далее работает аналитик Он анализирует контекст Он анализирует контекст применения этой информации В моей конкретной организации И когда я проанализировал контекст злоумышленника Контекст применимости к себе Я понимаю, что у меня появилось знание Я знаю, что есть конкретные нарушители Которые меня могут атаковать Я знаю о том, что они могут использовать вот такие инструменты И после того, как у нас есть это знание После того, как аналитик их обработал И выдал на решение человеку Ну на уровне, например, циса Это уже какая-то мудрость То есть когда мы эти знания помножили на конкретные действия На решения Само по себе понять threat intelligence Может разделяться на три уровня Как правило в крупных организациях Это уровень операционный Это те самые индикаторы Это блокировка Это конкретная текущая активность Это тактический уровень На тактическом уровне мы анализируем На каком-то промежутке времени Конкретных нарушителей Ну, например, у меня банковская сфера Я понимаю, что Кобальт в любом случае Группировка, которая работает Независимо от конкретной угрозы От конкретного фида Когда, завтра, вчера и так далее Я анализирую в принципе их подходы И этим занимаются серты Этим может заниматься В том числе конкретная организация В разрезе себя самой И поведенческое предвидение этих атак То есть когда мы понимаем Что и кто может против нас делать Почему он мотивирован Какие угрозы актуальны Мы можем предвидеть эти атаки И, соответственно, прогнозировать Свою дальнейшую деятельность И стратегический Стратегический уровень Это когда мы должны В принципе в виде отчета менеджмента Показать о том Что такое вообще Трэд-интеллиж Зачем мы этим занимаемся Зачем у меня СИИ-3 аналитика Которые все это анализируют Зачем я плачу за соответствующие средства И предвидение новых задач Новых нужд Когда на стратегическом уровне Мы смотрим на весь процесс целиком И понимаем, что в следующем квартале Или в следующем году У нас на общем уровне Роста угроз Нам нужно предпринимать Какие-то меры Общего развивающего характера Соответственно На всех трех уровнях Трэд-интеллиженс Должен обеспечиваться Если вы потеряете один из них То в принципе Опять же Общая концепция Кратно потеряет Свою актуальность И полезность для вас В связи с другими процессами Есть целый ряд источников Есть внутренние источники Есть внешние те самые фиды Есть антропогенные источники Когда мы Узнаем об угрозе Из человеческих Ну опять же источников Это все сводится К тому, что у нас есть процесс Построенный согласно Слайдам перед этим И они В свою очередь Все эти Индикаторы с обогащением Все эти знания Они влияют на целый ряд Процессов И Трэд-интеллиженс Как таковой Он не имеет смысла Без связи с этими процессами Он взаимодействует с ними И обогащает И дополняет их Делает их полезными Это инцидент-респонс В первую очередь Кратно повышаем Опять же Качество Реагирования на инциденты Когда мы знаем Какая именно у нас есть угроза Мы можем Вовремя ее выявить Понять В рамках конкретного инцидента Что это именно такая ситуация Отреагировать на нее Построить на нее Конкретные плейбуки И так далее Крути-оперейшнс Это текущая Деятельность подразделения И в этом случае Мы работаем Исходя из тех Актуальных угроз Уязвимостей Которые у нас есть А не просто так Защищаем что-то там Как-то там Не вслепую и реактивно Понятное дело Есть управление уязвимостями Управление уязвимостями В том числе Должно подразумевать Угрозы Приходящие из TI Анализ рисков Когда на стратегическом И тактическом уровне Мы развили TI В организации Мы соответственно Можем анализировать риски С учетом этих угроз И это очень Помогает делать это Практическим упражнением А не теоретическим Понятное дело Фрут менеджмент И IT IT тоже Здесь включено Потому что на самом деле Без конкретного там Реагирования Скажем На угрозы В сотрудничестве с IT подразделениями Которые реализуют Наши меры защиты От угроз Мы не добьемся успеха Исходя из этого Такой Несколько Претенциозный слайд Привел Как некую формулу Сока И вообще Как таковой Трэд интеллидженс Его место В этой истории Есть понятие Сайбер интеллидженс Это понятие Складывающееся Из Управления Узывимостями Управления угрозами И реагирование На инциденты Если к этому К этим процессам Добавляем Классические процессы По управлению Событиями По корреляции По метрикам И отчетности Мы получаем СОК То есть если вы хотите Построить СОК И хотите простым языком Кому-то объяснить Что это такое С нашей точки зрения Это вот как раз Такая вот формула Для чего вообще Все это строится На самом деле Трэд интеллидженс Очень сильно похож На классическую разведку И есть Классическая Не знаю Военная разведка Да Есть история С тем Что у нас есть Какое-то намерение Мы собираем Разведданные Мы выводим их На принимающие решения Лицо на командира Он анализирует Соответствующие риски Связанные с тем Какая у нас Какая у нас ситуация И что следует предпринять И действует То же самое у нас происходит В Трэд интеллидженции Мы с вами Понимаем Какая у нас организация Какой у нас контекст Исходя из этого контекста Мы собираем данные Анализируем Нормализуем Обогащаем И так далее Получаем знания Эти знания Выводим на ЦИСа Или на Ну зависит от организации Принимающего лицо Принимающего решения лицо После чего Он анализирует Соответствующие риски И принимает Какое-то свое решение То есть Это инструмент Принятия решений Хотелось бы здесь Подвести Некий промежущий итог Соответственно Первый момент Трэд интеллидженс Это история с тем Чтобы вы знали Конкретно Какой у вас есть Ландшафт угроз Знали Как на него Преагировать Как с этим работать Второй момент То что я сказал У нас есть Нацеленность Как и в обычной Разведке Нацеленность на Принятие решения На ключевое решение Для чего мы Собственно и анализируем Все это Весь этот поток Источников Третий момент Качество Трэд интеллидженса Напрямую влияет На скорость И качество Принятие решений По информационной безопасности Как пример Реагирование на инциденты И когда вам нужно Обосновать Что Трэд интеллидженс Вообще нужен Это вопрос Именно скорости Реагирования И все метрики Должны по-хорошему Быть завязаны На четвертый пункт Другие процессы ИБ То есть По большому счету Мерить эффективность Тиа Нужно через Эффективность Других процессов Которые от него Кормятся И Если у вас Хороший Трэд интеллидженс Вы соответственно Можете Быть уверены В том что Будет влияние На процессы Респонса Позитивное Естественно И наконец Последний момент Который я здесь Хотел бы привести Это то что Наличие внутреннего Тиа Это некий Такой косвенный Признак Зрелости сока Если организация Не производит Самар индикаторы Если организация Сама не Находит у себя Внутри Конкретные фиды И не генерирует их Это означает Что что-то не так С процессом Реагирования на инциденты Потому что В нормально Выстроенном Процессе реагирования Фиды Должны находиться Они должны быть уникальными И по большому счету Все мы знаем Финсер Именно таким образом И действуют сейчас Не своими силами А силами банков Которые выявляют У себя конкретные атаки И дальше Эта подсыпочка Идет вверх А потом Распыляется на все организации Почему В итоге Мало у кого Это работает На самом деле Из практики Это действительно Мало у кого работает И Мы тоже Как вендор Сейчас Пилотируя Внедряя свои решения Мы видим Что Уровень зрелости Он ранжируется От ноль Я знаю про TI Наверное Нужно Расскажите мне Что это И с чем его едят И вплоть до Да, окей У меня есть практическая задача Ко мне поступают Фиды из трех источников Я хочу Наверное Как-то Помощи в его В их развитии На средства Периметровой защиты И соответственно В выявлении Чтобы мне это просто было Делать Быстрее и проще Как вы видели до этого История гораздо более комплексная И Здесь Есть несколько моментов С которыми сталкивается Любая организация Когда пытается сделать Это рабочим инструментом Первый момент Это то, что сложно получать У нас Огромное количество Фидов У кого-то их три У кого-то их Я не знаю Сотни Если Аналитик Соответственно Анализирует Те подборки Которые есть Бесплатных фидов Например Узко-специальных Но Каждый из этих фидов По большому счету Работает в отрыве от других Нет какого-то Единого стандарта Нет нормализации В каждом фиде У нас есть Какие-то свои Специфики Я покажу Пару примеров Чуть позже Которые не позволяют Работать с этим Как с полноценным потоком И заставляют нас Постоянно спотыкаться А то, что Что вот с этим Мне делать Да, вот я получил Что Как Как это интерпретировать Интерпретация Также здесь Проблема Камень преткновения Потому что Даже когда мы получили Этот фид Ну, есть у нас Какой-то там Айок Мы понимаем Что, наверное Надо его заблокировать С другой стороны Если мы интеллектуально Будем к этому подходить То В большинстве Практических кейсов Не факт, что все так просто Не факт, что нужно его блокировать Не факт, что Он к нам актуален Первый момент Не факт, что Правильное реагирование На эту угрозу Заключается в блокировке А не в мониторинге, например И, соответственно Здесь Целый ряд вопросов Который также Должен исходить С контекста А контекста не хватает И Сложно применять Соответственно Когда у нас Есть большой поток Этих данных Мы просто захлебываемся В них И не можем нормально Это все привести К какому-то рабочему процессу Отдельный момент Выделенный здесь Большими буквами Это сложно оценивать пользу Применение TI То есть это все еще Дорогая игрушка Но я попытался На слайдах перед этим Немножечко затронуть Момент позиционирования Зачем это нужно И какая польза Примеры тех самых фидов Они есть Вроде как понятные Читаемым человеком Финсертовый фид Или например Какой-то корпоративный У вас который есть Которым четко Рассказывается про угрозу Есть какие-то айоки В принципе можно с этим Работать Есть другие подобные Примеры разного уровня Здесь я привел И тактического И стратегического То есть когда мы просто Получаем аналитику О поведении Какой-то группировки Когда мы работаем С машинными данными Но как раз таки Когда мы работаем С машинными данными Есть фиды с контекстом Тот самый контекст Который дает вам Наверное платные источники По-хорошему должны давать И которые позволяют Ну хоть как-то понять В чем дело Куда это применять Но тем не менее Парсить это И форматы в которых это идет В опана йоке В стиксе Каком-то еще Здесь все равно Но не сводятся В одну картинку Потому что там В одном формате Здесь в другом Где-то это просто Один унылый хэш И кто-то скажет о том Что ребят Мне этот фид вообще не нужен Он бесполезен А может быть Именно этот хэш И есть та самая Самая первая Самая еще не обогащенная И можно сказать сырая Но тем не менее Информация Которая поможет вам защититься И в этом плане Конечно легко Отбрасывать такие фиды Но гораздо лучше Обогащать их И соответственно На них как-то реагировать Ну другие примеры Ответом на это все Является простая вещь Это автоматизация И здесь мы говорим Об этом не только Как вендор TI Мы говорим об этом Просто как практики То есть если такой Большой поток событий Если у вас заведено Хотя бы несколько Источников фидов Без автоматизации Вы в принципе Не сможете Нормально с ними работать Осуществлять нормализацию Осуществлять хранение В виденной базе Работать с Скрытыми угрозами Когда вы просто Перенапливаете поток На TI-платформу Ускорение процессов ФБ здесь тоже Очевидно об этом говорил И минимизацию ущерба Также У нас как у вендора Есть определенный подход И мы не претендуем на то Что это там Истинно последняя инстанция Но тем не менее Это то Как мы видим процесс TI Это сбор данных Соответственно Нам нужно завести Все источники Которые у нас есть По фидам На одну платформу Чтобы работать с ними В одном окне В одном месте После того как мы их собрали Нам нужно их нормализовать Чтобы все они были приведены К какому-то единому формату К единой карточке И сагрегировать Когда у нас Данных недостаточно А их часто бывает Недостаточно Нам необходимо Их дообогатить Из других источников И если у нас есть Подборка специализированных Источников Которые в принципе Ну на практике Так и происходит То есть мы подключаем Два-три доверенных Мы с ними работаем После этого У нас еще заведено Допустим Пару десятков Узкоспециальных И когда мы видим Конкретную угрозу Мы уже Аналитик уже понимает Из какого узкоспециального Фида Мне нужно Добогатить эту информацию Потому что Есть фиды Которые специализируются Я не знаю На вирусных атаках Есть фиды Которые специализируются Не знаю На утечках данных И так далее Соответственно Когда мы говорим Про данные Которые у нас Собраны Обогащены И превращены В ту самую информацию В те самые знания Нам необходимо Обнаружить у себя Внутри индикаторы То есть иметь Какую-то кнопку Которую я могу проверить А у меня в инфраструктуре Вообще это есть И желательно Быстро и четко И распространить На средства Защиты и мониторинга Конкретные айоки Для того Чтобы предотвратить Предотвратить Инциденты По сбору Я тут вкратце Пробегусь По нашему решению У нас есть целый ряд Да И платных И бесплатных Заведенных Фидов По контексту Есть целый ряд Средств Дополнения контекста Останавливаться Также не буду Общая идея в том Что вот у вас есть Фид Вам нужно Дообогатить его Информацией И не обязательно Из другого фида Есть целый ряд Других источников В которых есть Какая-то информация Помогающая вам Получить Более 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 Релевантные Контекстные данные По обнаружению Кратко Остановлюсь На том Что Как правило Это ретроспективный Поиск релевантных Индикаторов В инфраструктуре И это то Что кстати Немножко Является Российской Реальностью В том плане Что западные решения Они в принципе Больше Такой инструмент Потоковый Ретроспектива Это ближе Вот к нашему Сейчас подходу И здесь Можно просто Завести поток Данных из Сема Которые уже Собраны на TI И TI Платформа Будет проверять Конкретные Айоки Которые есть у нее На наличии В том потоке Логов Которые идут Там Лист ДНС Сенсора Лист лог Сообщения Заводим И дальше Смотрим Опять же Разгружаем Здесь Сем систему Распространение Здесь все Тоже достаточно Просто Та самая кнопочка По которой мы нажимаем И на ряд решений В частности Сейчас Те которые Приведены на слайде Поддерживаются Мы Нативно Через коннектор Разливаем Айоки Какие-то из них Умеют сами У нас их забирать Здесь соответственно Идея в том Чтобы быстро И четко Это происходило Без трудозатрат Общая схема Выглядит вот так Соответственно Есть пасочки данных Есть общая база В которой Нормализуется Обогащается Убирается Дубликация Распространяется И идет Обнаружение Как начать работу С TI Вот вы сейчас Сегодня допустим Еще Где-то В начале этого пути Несколько советов С нашей стороны Первый из них Самый главный Вам нужно определить Нужно ли это вам В принципе То есть если вы Не понимаете Целеполагание То о чем я пытался В первой половине Немножечко Поговорить Если вы не понимаете Целеполагание Того Зачем ваша организация И Трэд Интеллидженс нужен То лучше за это Даже не браться Вперва нужно Получить задачу Получить цель Четкое ее видение У себя В голове Или на бумаге И после этого Вы к ней придете Если это будет Хаотичное движение Не знаю Куплю платформу И закрою вопрос Наверное Ничего не получится Вы должны понимать Зачем вам это нужно Как вы будете Решать свои задачи И самое главное Оценивать Результаты этих задач Платформа нужна Второй пункт С нашей точки зрения Это может быть Энтерпрайз решение Опенсорсное решение Но платформа нужна Вручную Это делать в принципе Нереально Количество И качество Источников Ти Это очень тонкий вопрос Это глубокая аналитика И с нашей точки зрения Она должна проводиться Действительно Отдельно выделенными Компетентными Специалистами Внешними Внутренними И здесь Важно Если у вас есть Ряд источников Они Фолсят Или Не дают вам полезности Время от времени Оценивать эти источники Делать отсечку На которой Вы просто отключаете Те, которые вам Не нужны Чтобы снизить Тот самый поток данных Чтобы вам было Проще с ними работать То есть Срез должен быть Я не знаю Хотя бы раз в полгода Раз в год Со статистикой того Какая польза От этого источника И автоматизирование Рутинных операций Я про это проговорил Нужно стараться Максимально автоматизировать Процесс Без этого Опять же успеха не будет Если нет платных фидов Есть целый ряд Бесплатных фидов Финсер доступен всем Все знают Есть подборки Свободно распространяемых Фидов Более 180 Вместе с той, которую я привел Здесь Соответственно есть Ну вот эта подборка Это подборка моего коллеги Собственно тоже Из нашей компании И есть Бесплатные Достаточно качественные Это IBM X-Force Элен Волт Бывший Соответственно с ними Тоже можно работать Есть open source решения И в принципе Если вы хотите только попробовать Если у вас есть Какие-то ограничения на старте Это тоже Вполне адекватная история Попробовать open source Здесь все понятно С точки зрения плюсов-минусов Я особо касаться не буду Enterprise Open source решения То есть вам как минимум Нужны разработчики В команде И компетенции У вас есть комьюнити Поддержка Которая Ну Никем Ничем не гарантирована И так далее Но Но Это рабочий инструмент На котором это все можно построить Каждому свое Соответственно здесь Важно четко понимать Почему я использую open source Почему я использую enterprise Какие у меня плюсы и минусы За что я плачу деньги И плачу ли я их вообще правильно Потому что Может быть я плачу гораздо больше Людям Которые меня пытаются это поддерживать Open CTI Также я здесь привел Это молодой проект Но тем не менее Тоже хотелось бы его выделить Там заложена Достаточно правильная идея Достаточно интересная И точки развития Последний слайд Хотелось бы Немножечко наметить Что Помимо того Что мы сейчас вроде как На старте зрелости По threat intelligence Тем не менее Мы сейчас как вендоры Видим определенные моменты Которым бы хотелось нацеливаться Чтобы говорить о том Что там в России В конкретных компаниях Threat intelligence Уже достиг Какого-то зрелого уровня Как вот сейчас с соками Уже мы потихонечку На пятый год Там Вроде Приземляемся На историю Которая всем понятна И здесь Первый момент Это унификация Стандартизация Честно говоря Как Как случай с Я не знаю Этими Зарядками Да То есть здесь Мечты являются мечтами Но хотелось бы Конечно Чтобы Стандарты Были едиными Решения были едиными Это максимальное движение Шло К сожалению Стороны платформ Такого нет Там Мисп работает со своим Форматом Там Другие ребята Работают со своими И соответственно Здесь приходится нам Допустим Если мы заводим на себя Фиды подстраиваться Под каждый из форматов Данных Для того чтобы Это все сводить Ну в принципе Это и есть Этот value Но Тем не менее Хотелось бы верить Что движение В эту сторону будет Дальше Автоматизация Ну Здесь я про это говорил То есть это движение В сторону того Чтобы все понимали Что процесс Надо автоматизировать Развитие культуры Обмена Подходами И комьюнити В целом У нас сегодня Не так много Я уже упоминал Выстроенных процессов Организации В которых это зрело И очень хотелось бы Вот допустим Даже на этой площадке Сказать о том Что ребята Давайте создавать Какое-то российское комьюнити Давайте обмениваться опытом Обмениваться подходами Для того чтобы Взаимообогащать друг друга Для того чтобы Совместно работать А не по отдельности И наконец Последний момент Здесь Это Локальные источники TI Хотелось бы Чтобы каждая организация Понимала Что она есть Локальный источник TI Есть централизация Этих знаний В отраслевых центрах Государственных Коммерческих Финсер Там пример Гособка будет скоро Соответственно Вот те 4 пункта Которые хотелось бы Как вектор развития Как такой позитивный Тренд на восхождение Задать в конце Спасибо Спасибо